В российском обществе идет серьезнейшая борьба вокруг такого мессенджера, как Телеграм. Это позволяет людям очень удобным образом обмениваться посланиями, обмениваться телефонными разговорами, но вызывает большие вопросы у власти с точки зрения возможностей контроля всего происходящего. Я не буду вдаваться в детали причин и технологических каких-то аргументов, но здесь есть главное. Мы понимаем, что есть стандартное характерное стремление нашей государственной власти установить полный объем контроля за потоками информации. Надо сказать, что мы не первый раз проходим именно подобное развитие. И надо вспоминать, как это было, и надо понимать, чем это заканчивалось. На тотальном контроле информации и ограничении распространения информации стоял Советский Союз. Никакая статья не могла быть опубликована без того, чтобы она прошла предварительную цензуру. Даже если вы приходили бы в библиотеку и у вас есть желание сделать одну копию статьи, опубликованной в открытом журнале, в открытом доступе, то все равно вы должны получить согласие соответствующего компетентного сотрудника, а дальше вы приходите к сероксу, к опировальному устройству, которое стоит за железной дверью, охраняется круче атомного реактора, и специально обученный сотрудник сделает вам эту копию, и вы ее получите. Если наступает праздник, то собираются в одной комнате все печатные машинки, для того, чтобы на всякий случай какой-нибудь несознательный враг не напечатал бы на этих машинках какие-то подрывные листовки, и не распространил бы их, и не испортил бы нам светлый праздник. Даже первая позиция, по которой мне пришлось выступать в Верховном Совете СССР, шло утверждение указа Верховного Совета о целом ряде позиций, связанных с преступлением против государства, и была позиция, что то же самое, но с использованием множительной техники, сроки и ответственность возрастало вдвое. Если вы 10 копий написали карандашом, то это один срок, но если только вы использовали печатную машинку или сделали одну копию с помощью ксерокса, то срок тут же возрастал вдвое. Удалось тогда эту позицию отбить, что множительная техника является угрожающим элементом для государства, и в общем вот это мне пришлось перезаниматься, и после этого стало понятно, что копировать можно свободно, это ничего не меняет по существу. Если мы посмотрим вот эту машину с таким вот контролем информации, и сопоставим ее с тем, как сегодня развивается общество, какую роль там занимает интернет, персональные компьютеры, обмен информацией, то мы понимаем, что эта система, которая была создана тогда, она не жизнеспособна в новых условиях. И никакое политбюро, никакой президент, никакие программы ничего не могли сделать, потому что она полностью противоречила тому, в какой мир сейчас входит человечество. И поэтому это как мамонты, которые не могут выжить в этих условиях, так и общество, полностью закрывшееся от возможностей свободной обменной информации, оно неконкурентно способно. И вот сейчас вновь мы стараемся во всем заниматься реставрацией той модели, которая была в Советском Союзе, считая, что да, мы, конечно же, сделаем все то же самое, только гораздо лучше. И вот это было замечательно, вот то было замечательно, и это мы помним, как хорошо было в нашей молодости. Но только мы не анализируем одного вопроса, а почему же эта прекрасная модель не пережила даже 100 лет, и в значительно, так и в кратчайшие сроки, она вдруг оказалась развалившейся. Конечно, можно постоянно ссылаться, что все это какие-то забугорные дяди, но тогда можно сказать, а почему же модель столь неустойчива? Почему наши там всякие коминтерновские, коммунистические структуры ничего не смогли сделать с моделью, которую построили американцы, а злокозненные и всемогущие американцы взяли и развалили Советский Союз одним щелчком? Так вот, на самом деле, внутренние причины находятся гораздо глубже. И вот одна из этих причин – это попытка тотального контроля информации, которая, конечно же, останавливает инициативу, останавливает возможности людей творить новое, придумывать, обсуждать, критиковать, освобождаться от негодного, искать лучшие варианты, искать лучших людей. Вот если мы дальше будем идти по этой дороге, то мы, конечно же, вернемся в состояние Советского Союза и закончим ровно так же, как закончил свою жизнь Советский Союз. Вот этого бы сильно не хотелось. И поэтому, кажется, из лучших побуждений люди хотят поставить под контроль все для того, чтобы бороться с определенными недостатками. Но если идти по этой логике, например, и давайте мы займемся вопросом борьбы, например, с терроризмом, используют террористы взрывчатку? Взрывчатку не делаем. Используют автоматы? Значит, автоматы прекращаем производство. Взрывают самолеты? Остановим авиацию. А вообще, чтобы сделать абсолютный контроль, чтобы не было никакой преступности, давайте превентивно рассадим все население по камерам, и тогда вопрос преступности будет почти закончен. Только развиваться будет невозможно в этом обществе. Оно просто деградирует и исчезнет с человеческой истории, как форма себя не оправдавшая. Поэтому вот насколько серьезный вопрос обсуждается в моментах, связанных со свободной обменой информацией. И каждый раз должен происходить серьезный диалог, обсуждение. Где та степень разумного регулирования свободы, которая позволяет, скажем, уменьшить угрозы, связанные с преступностью, с терроризмом, но при этом не подавляет возможности развития, возможности разнообразия, возможности появления новых идей, новых мнений. Поскольку в разнообразии сила. Вот эта вот мысль, которую нам надо для себя уяснить и ей в дальнейшем пользоваться, а не пытаться превратить общество в замороженный, совершенно неподвижный и неспособный к развитию монолит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok